И всем привет, меня зовут Рицу, я думаю, что олды, олды, которые давно на канале, наверное, уже забыли, забыли эту мелодию, как, собственно, мог я, наверное, забыть и я ее, но, так или иначе, мы возвращаемся, не поверите, возвращаемся в парад виновных спустя, спустя, сколько уже, почти, ну, чуть ли не полтора года, чуть ли не полтора года прошло с момента, мои паузы, моей безвременной, неопределенной паузы в этой игре, сразу извиняюсь, у меня немного голос, конечно, такой шалит, знаете, шалит голос, потому что я еще не до конца выздоровел, но, но уже получше, получше мне, иду на поправку, так вот, так вот, я, я объясню, почему, собственно, был такой большой перерыв, такая большая, ну, не перерыв, конечно, я просто тормознул, буквально остановился, резко, потому что у меня была проблема с игрой, я не знал, как ее решить, у меня проблема была в том плане, что у меня буквально дальше, вот, того момента, где я остановился, нельзя было продолжить, потому что, потому что, видимо, какие-то технические проблемы были у игры, а решить я их не смог, поэтому я принял полевое решение и просто, просто перестал записывать, я знаю, что-то, возможно, ждал, я извиняюсь перед тем людьми, кто ждал, но, в этот раз я перепрошел заново, я немного вспомнил, что вообще тут происходит в этой игре, наш папаша, там, вот этот вот, Шмидт и так далее, персонажей увидел, стареньких, поэтому, ну, в любом случае, я прям не все прям помню, потому что, знаете, полтора года большой, большой промежуток времени, так что, надеюсь, надеюсь, если что, ребята, вы не поможете в комментариях, напишите, что к чему, если я что-то забыл, ну, в общих чертах я помню, что там сверхлюди, там вот есть две страны, которые воюют, там, за религию, которые, и которые еще за, вот, технологии, вот, на другой стороне, вот, где наш папашка, и теперь он хочет нас тоже превратить в сверхчеловека, сверхчеловека бессмертного, вот, такие вот пироги, собственно, ну, сейчас продолжим, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставить даже комментарии, подписываться на мои социальные сети в описании под этим видео, мы, в принципе, начнем, выпустил я это видео, ну, продолжил я играть, потому что вышло продолжение, четвертого эпизода, потому что вышло продолжение, в прошлый раз у нас, видимо, первая часть была, а сейчас вышла буквально, вчера, получается, вторая часть, вот, и по этому поводу, собственно, я и начинаю играть, продолжаю, продолжаю, точнее, ладно, все, let's go, let's go. Ох, давненько я не был, конечно, здесь, давненько я не принимал участия в этих всех, блин, боевых действиях. Он предлагает пожертвовать собой ради прекрасной картины мира у себя в голове, что я думаю об этом на самом деле. Хочу ли остановиться сверхчеловеком или нет? Это, наверное, одно из самых важных решений в этом, в этой игре должно быть. Ну, если честно, если честно, я бы не стал, потому что я не помню точно условия, при которых мы становимся сверхчеловеком, то есть, по-моему, ну, как минимум у нас, наверное, сокращается жизнь, да, если не ошибаюсь. Ну, какие-то точно побочные эффекты есть, само собой. Так что, в теории, конечно, звучит не очень, звучит не очень. Да, конечно, крутой, бессмертный и так далее, но ты живешь не очень долго. Я не помню, насколько конкретно ты живешь там, или какие вообще минусы, все, а минус, как говорится, есть. Но нет, я не готов. Нет, но, 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 но. Извините, папаша, но нет. Я не готов жертвовать собой во имя вашего будущего. Фридоман Шмик на... Шмик, 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 напрягся. Я тоже. Уф, ты уверен? Да. Видимо, я ошибался, когда утверждал, что там низие благотворно тебя повлияло. Прежнюю прямство никуда не делось. Он резко развернулся и вышел из комнаты. Ой, папа, папа, папочка зол, мне кажется. Папа, не доволен. Уф, папа за ремнем пошел. Папа за ремнем пошел, блин, с шипами. Так просто? Он всего лишь взял и ушел. Я говорю, я говорю, брат, готовь задницу свою. Готовь задницу. Я с обличанием рухнул на кровать. Положил себе на живот пижаму. Раскинул руки невидящим взглядом, уставился перед собой. Отлично, одной проблемы меньше. В голове все еще звенели слова Фридмана Шмикта. Мне не нравились его мысли. Должен быть другой путь, чтобы сохранить человечество. хотя что им вообще угрожает кому-то ловились трое а не надо генг-бенг тут блин папа не надо зачем зачем но они уже подошли ко мне и грубо схватили за подмышки какого черта у папа паша раз по-хорошему не хочет придется по-плохому ты не понял мне сейчас но поймешь через некоторое время когда карл сделает все необходимое нет отвалите я дергался из раз в разные стороны теперь понятно чего я бежал вы безжалостно ваше будущее обречено будешь тратить человек и ставить его подобию подобию удобное для себя руку что-то кольнуло видимо я только играть начал уже уже плак уже неправильный выбор сделал блин плохая концовка game over это релаксант расслабит мышцы чтобы ты не дергался убивают скотины блин убивают помогите руки и ноги слабели но я продолжал сопротивляться через некоторое время тело перестал меня слушаться переодеть его несите в лабораторию вальтер перестань карачиться иначе из-за повышенного давления на вену на лбу лопнут вдруг тем самым ты повредишь мозг он ушел его приказ принялись незамедлительно выполнять козлы а ну козлы блин что я вам сделал что собственного сына блин превращает в инвалида блин я лежал на операционном столе карт карл склонился пристегивая мои руки руки ремнями брал он не хочет этого делать он карл адекватный нормальный человек ну насколько это возможно хотя хочет нам только лучшего где реакция какая реакция я тебя спрашиваю карл она у меня я хочу сделать ее сам не стоит а то это как бы сына убийства не надо сына убийства хотите меня убить пипец а как иначе такова технология я пробовал проводить операцию под наркозом но в конце нужен разряд током все равно умирать придется как-то не очень приятно как-то не очень приятно сказали что будет не больно электрический ток оказалось работа только в одну сторону или убивает или оживляет поэтому я использую только для оживления тела хотя на мертвом человеке проще проводить операцию органы нынешние шевелятся кровь не движется комфортно на комфорт я не знаю что не придется умирать знал просто забыл не паникуй фрид я сам все сделают ты это не мешайся мне нужна частота ты в своей форме разбрасываешься микробами нужно убедить что все идет по плану набери инъекцию заново и сделаю при мне ухты блин какой среди суси и суси и бром не оставляет шансов кого видео не хочет нас убивать откуда такая подзывательность нужно исключить вероятность вашего сговора какой-то недоверчивый чего вдруг из-за отдыха начал сомневаться в самых близких людях ну пипец я ну конечно справедливо да по факту он правильно все делает само собой само собой никому не задоверять в этом мире никому не задоверять тем более он знал какие у них отношения с карлом в теории я думаю что он и мог такое предвидеть что они сговорились карл набрал новый шприц еще одну дозу спирательного раствора на так на меня смотреть мне некомфортно сейчас руки держать начнут ты чего-то боишься я с чего бы хотя-то боюсь мне же оперировать твоего сына это не так просто могу быть ассистентом мне не я сам справлюсь ты только не мешайся ладно делаю уколы я уйду карл глянул на меня не надо я завтал головой нет карл не делай этого не слушай что понимает от мальчишка но он твой сын почему ты его не бережешь я стараюсь создать для него прекрасное будущее которое он сам возглавит раз так уверен то я начинаю нет карл пожалуйста послушай меня хоть ты все что мог делать это мотать головой стороны в сторону остальные мышцы были парализованы крепкими ремнями и все еще действующим релаксантом напряжение сразу прям сразу напряжение только играть начал не вальс вальс слушай не дергайся посмотри на меня я тяжело дышал щека карла дернулась зачем на него смотреть это безболезненно и опять спазм щеки вот так что происходит ваттаха карл поднес ко мне руки шприц я с ужасом посмотрел на него ты же обещал все в порядке я делаю операцию строго по написанным на инструкции я автор поэтому знаю лучшим кто бы кто бы то ни было я очень тщательно подготовился к операциям и он пытается он пытается сделать он скорее всего если он говорит вот типа инструкция да кто что он лучше всего знает крайне всего там какой-то определенный метод ввода этого этой инъекции да мне кажется может делать так чтобы она не сработала ну возможно мне как мне так кажется щека дернулась два раза я видел как игла проткнула кожу но ничего не почувствовал не жалея не только мышцы отказали но и все нервные окончания но ведь я чувствовал боль когда меня тащили к лаборатории где шо происходит вот и все часто почувствуешь сонливость не сопротивляйся и закрой глаза сразу закрывая то глазные яблоки пересохнут у мертвых тканей нет такой податливости живой я чувствовал не более не овеченной сонливости только со страхом ожидал приближающуюся смерть не вдруг стало казаться что она подкрадывается ну-ка быстро закрыл глаза быстро ты уже хочешь спать карл вдруг начал злиться он накрыл мои глаза ладонью все твой сын пребывает на том свете пожалуйста ухай слышите сердечко бьется на а что если он проверит пульс уже да ты все видел теперь не мешай мне работать только проверь его дыхание и тут я догадался чей-то палец буквально полез мне в нос я замер и перестал дышать ну вроде про это не так работает проверил пульс проверю сердце какое дыхание какое дыхание если человек умер он не будет дышать проще проверить пульс просто и все на оля твой сын мертв доволен ладно я ухожу иди не с операцией как закончишь сразу сообщи мне ну как-то с натяжкой с натяжкой если честно верится что реально не проверил пульс у него буквально ну что-то что-то блин ну не знаю ну ладно ладно предположим что у него дела просто важно очень старой торопится а конечно я услышал ударяющиеся шаги а потом вверх лопнула какой же ты идиотным если вы знали что такое настолько пустоголовый индюк я бы сразу правил тебя дефектным тебе-то в самое место не зердитесь я не зла что у меня спасаете брон можно было догадаться можно было догадаться я тебе столько раз подбегнул ты все продолжал трястись а укол почему вы не почувствовал карл осигнул рук которую делал делал укол от стола я приклеил застежки кожу ей накрыл руку туда собственно ввел яд я все с утра подготовил ты крутился и орал вот и не заметил ничего прибавка этому мою аккуратность чья это кожа какая разница срезал с того чей срок годности закончился срок годности не давай все детали сейчас важно тебя спасти вы правы твой отец думает будто я провожу операцию он тебя парализовал как как удачно парализовал то есть я никогда не смогу двигаться я неправильно выразился что это такое тот левого чиха паникуешь реально chill врач и все под контролем у нас все под контролем это сыворотка расслабляет мышцу назвать релаксан релаксант расслабляет релакс релакси ну иного understand enjoy english english эффект длится несколько часов самое то чтобы ты случайно не поширился и не выдал нас обоих карл почесал нос тогда пока будет тут потом и накрою тебя отвезу в хранилище там отработаны не отработаны еще модифицированные уживаются вместе это на случай если твоему папашке вздумает себя на тебя поглядеть отработаны сколько можно переспрашивать отработан это мертвы которых или истек срок годности ли это умерший дефектный или только у которого переделка прошла неудачно по той или иной причине словом в дело они уже не идут неважно хватит спрашивать отныне они на один вопрос не отвечу надоело слишком тяжело спасать того у кого рот не закрывать реально блин реально я помню что самом начале выбирал быть молчаливым буквально вот меня когда мы только начинали играть там первый вариант когда нас типа мы прибежали в этот лагерь и там вагнер и остальные ребята и буквально я там все его диалоги брал молча молчать 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 и куда это меня привело в итоге я просто почему 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 прочил карл потер потер перегородку между ноздрями у тебя будет буквально два дня чтобы спрятаться примерно столько времени ты якобы должен приходить себя потом творит снова с тобой заинтересуется наверно тоже достанется на как-нибудь переживу сталю вину на тебя например даже не смотри так тебя все вот не будет значит даже не почувствуешь а будешь козлом отпущения тем более тв это твоя затея два дня на и мы запомни как только окажешься хранилище дождись ночи когда там не останется живых помнишь историю графа монте-кристо ху-ху-ху карл протяженно вздохнул как же с тобой тяжело на я прекрасно понимаю карл блин с кем приходится возиться ужас ну уж и со хуже динема были рыбки я вас слушаю слушает он нену ничего не знает не хорошо Значит, слушай мой план дальше И не вздумай начудить Хорошо Я внимательно слушаю Слушаю, типа... Так, что это такое? Красное, я в мешке? Я в мешке, I'm dead Я ждал, когда все звуки затихнут Руки и ноги наконец повиновались С моей воли Я сжимал и разжимал кулаки Наступила абсолютная тишина Разве что шумела вентиляция Шмидт, к счастью, так и не пришел меня проведать Я выбрался из-под презента, который меня накрыл Карл 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 Помещение, в котором я оказался, пропиталось сладковатым запахом гниения И... Он смешивался с едким парами хлора Вероятно, тут недавно проходила дезинфекция Нужно вытащить труп из мешка Принести его тело на мое место А самому залезть в опустевший мешок Ранним утром отработанные трупы погрузят машину и повезут к крематории Он находится за пределами штаба Мне нужно оказаться среди тел Так, начинается стелс-миссия Уф Как сказал Карл, труп оказались по другую сторону хранилища Прямо у самого входа На всякий случай, я постоял некоторое время без движения, чтобы убедиться, что тут действительно никого не осталось Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу Да, уж это, конечно, звучит очень-очень неприятно Очень-очень-не очень Вложиться буквально вместо трупа, где он буквально только что был Долго время ничего не происходило Я устал лежать, тело ныло из удела томительного ожидания Буду сказать, до утра ждать тебя Сколько ты собираешься? Думаешь, через пять минут тебя унесут отсюда? Но все-таки время не стояло на месте Послышались удары в железной двери Давай сразу погрузим мешки Я сегодня проспал и позавтракал Слышишь, как уручит мой живот? Ты ешь без остановки, говорит охранница Уфу, тетя, тетенькая Сегодня я за рулем, поешь в дороге У меня с собой два бутерброда И один можешь здесь, если ты сам закинешь трупы в кузов Ты так жестокий, я же голоден Да, я очень жестокий, тебе с мной не повезло Черт бы тебя побрал Раза один бутерброд стоит того кого труда? Конечно стоит, блин, какое время живем? Какое потом время живем? Еще как стоит? Я вообще сам от бутерброда не отказался Продолжая весело переговариваться, они начали чем-то греметь Зашумел мотор, зашушали шины Я закрыл глаза и старался дышать как можно тише С каждым мгновением топот ног к критению приближались, блин, бро Если бы ты знал, как я тихо дышу, я буквально, я еще не дышу У меня нос заложен, блин, зараза Зараза, блин, когда уже у меня все эти сопли вылетят куда-нибудь Кто-то схватил меня за ноги и вдруг запомнил Как-то мешок странно завязан Чего вдруг Отпустил Возле ступня снова взрушала мешковина О-оу О-оу Веке подсветил слабый свет А почему это в ботинках? Непорядок С меня стянули обувь Потом рука вдруг принялась облапывать мои бедра Я напрягся Кармашки, кармашки Что вы там прячете? Ничего Какие жадные кармашки А почему тело такое теплое, или мне кажется Джейн Кто такая Джейн? У меня все готово, я выезжаю Кто такая Джейн? Кто такая Джейн? Я не помню такое Почему написано Джейн? Кто такая Джейн? Рука тут же уползла Свет по мерке И возле ног снова что-то зашуршало Я почувствовал, как мешок со мной куда-то потащили Несколько камешков царапнули спину Пару раз голова стукнула себя Выбоины в полу О, господи Нагрязь меня закинули в кузов Всем телом я чувствовал неровности Не составляло труда догадаться о том Что с какой компанией предстояло разделить поездку С такими же трупами, какими прикидывался я Мы ехали довольно долго Путь грузовика, по словам Карла, проходил неподалеку от моего лагеря Где-то там мне следовало выпрыгнуть Всю дорогу я пытался выбраться из мешка Оказалось, охранник крепко завязал его снаружи О-оу О-оу Вот это проблемка А, все, ура Свобода, наконец-то Если бы я мог дышать, я бы почувствовал замечательный запах леса Чаще Птички поют, цветочки растут Травинки зеленые, ух Я плохо знал окрестности, поэтому как только выбрался из мешка, сразу выпрыгнул из кузова Поначалу мне долго не удавалось ориентироваться Пройдя по проселочной дороге минут 10, я вскоре добрался до знакомого места Так, это что? Это где мы, по-моему, где мы проезжали с нашей миссией, да? Да, на разведке мы были, помню Похожая локация Ну, там тоже лес был, как бы До лагеря осталось не так уж далеко За пару-тройку часов я должен был дойти Хотя босиком Это могло накинуть еще час пути Блин, мои... За что ботинки-то, блин? За что ботинки мои? До лагеря добрался, когда солнце уже давно миновало зенит Блин, это довольно просто было, на самом деле На удивление, это было очень даже просто Я даже удивлен Как я уже говорил только что Я удивлен тому, что это было так просто Я, правда, не помню, как нам относятся в лагере Я не помню, как нам относятся в лагере По-моему, мы с ними там что-то там туда-сюда 50-50, you know? 50-50, мне кажется От усталости я буквально валился с ног Ужасно хотелось есть А ведь я еще не придумал, как незаметно пробраться внутрь Я порвался к стене и схватился за голову руками Может, войти через главные ворота? Нет, меня не должны видеть Я не знаю, что сообщили охране Вдруг меня отправят обратно в штаб Черт, почему я сразу об этом не подумал? Мы с ребятами договорились встретиться во время экскурсии в штабе Но из-за неожиданных обстоятельств пришлось бежать раньше А, да-да-да, мы прям Я все пытался помнить причину, по которой мы оказались в штабе Я там Да, начну экскурсию Мы там как-то собрались У нас была миссия Мы должны были внедриться Внедриться в штаб Какой вообще сегодня день? Холостин добрался до кожи Я поюрлся и я отсел Подо мной что-то скрипнуло Я нахмурился и потрогал траву, на которой сидел пару секунд назад Ура, ура Завидую, блин, завидую Что это? Я схватился за пучок травы и поднял его Вслед за ним потянулся толстый слой дерны с переплетенными корнями Уф, опа, нычка Но самое важное оказалось внизу Небольшая металлическая дверца Вот какое совпадение? Да как же, блин, повезло Как же, блин, повезло Не может такого быть Я дернул Заперто Продолжительное время я как баран таращился на нее Не зная, как лучше подступиться Куда она ведет? Кто сейчас за ней? Если выломать, то кто-то придет на громкий звук? В конце концов я решил постучаться Тук-тук, тук-тук Сначала тихо, костяшками пальцев Когда никто не отозвался Забарабанил кулаком С той стороны послышался тихий скрежет Опа, здравствуйте Дверца приоткрылась На всякий случай немного отпрянул назад И правильно сделал Потому что на меня уставилось дуло-револьвер Ааа, господи Это вот тот самый Век его не видел Лучше бы еще столько же не видел Не надо мне убивать, пожалуйста Я... Не враг Дверть резко распахнулась Да что вы говорите Опять ты Блин, кто бы это мог быть Интересно, револьвер, да? Кто в этой игре еще, блин Щеголяет с револьверчиками-то, а? Никого в этой игре не было, блин Ну, привет, дружище Как дела? I am... I always come back, you know I always come back, э? В любом случае, проваливай Он полез обратно в дыру Ни черта подобного Я успел просунуть ноги в щель между дверью и землей А потом сам залез в образовавшееся отверстие Опа Опа, есть контакт Сделай все как было Хочешь, чтобы этот лаз еще кто-то обнаружил? Ладно, сделаю Что? Ладно Только не надо так на меня смотреть Я все прекрасно понимаю Я умный парень Я умный паренек Я проигнорировал его и начал осматриваться Якова пришлось самому поправлять траву с той стороны дверцы Сигма Сигма главный Саму надо Если тебе надо, сам иди поправь Тебе надо, ты поправляй Что это за место? Это твоих рук дело? Это дверь Нет, я ее охраняю Весьма плохо, как оказалось Позови остальных Нужно много рассказать Сейчас позову Все, если бесишься Я повернулся к нему После всего, что произошло У меня остался только один ответ В боевом мире это слишком маленькое зло Поэтому тратить нервы на тебя Больше не хочу Давай, если нет друг друга возможности Не замечать друг друга Значит, мне снова придется себя терпеть По крайней мере, какое-то время Яков скривился Я не знал, что такая важная шишка Позови остальных Нам нужно многое обсудить Я знаю, тебе все равно На мою будущее и карьеру Давай ты обойдешься без мести Хорошо? Ты боишься меня? Правильно Пусть боится Пусть боится Пусть боится Нет, но ты, будучи сыном Фридмана Шмидта Вполне можешь захотеть отыграться Если так поступишь Что все нововретенные друзья Отвернутся от тебя От тебя же не отвернулись Я другое дело Мы с ними связаны Прошлым и чешой кровью Я поежился От следяной земли и земли По телу бегали мурашки Ты все еще думаешь только о своей шкуре Я пожал плечами Я не могу себя переделать И не хочу чувствовать то Что мне хотят приписать другие Я не альтруист И мне чужды любые идеалы Не важно, я сам Все остальные Даже ребята из отряда Второстепенные Но они по-своему мне дороги Ух ты, блин Какой он главный Посмотрите на него Какой же он главный герой Я не знаю в этой истории По-моему, как раз таки По-моему, он буквально Выпал из четвертого эпизода Вот когда я проходил Его буквально не было Его буквально не было Мне говорили об этом И это было заметно Что он просто куда-то пропал И его почти что не было заметно Во всем эпизоде Я не буду мстить Можешь быть спокоен Яков вдруг по-настоящему Заулыбался Типути, блин Единственное, что могло Искренне порадовать Якова Это собственная безопасность За и остальных Попроси кого-нибудь Прихватить пару ботинок Только сейчас Яков Додумался посмотреть На мои босые ноги Так и быть Яков ушел А я остался один Тю-тю-тю-тю-тю Где машина художница За конура такая От холода Мое тело Мелко потрясывалось Я растер плечи руками Омен! Ко мне в строчке Бежала Дорис Она выглядела настолько Перепуганной И взвинченной Что я тоже испугался Раз в сноу Увидится Что-то случилось Ааааа Piece И правда Если засмущался Посмотрите на него Посмотрите на него Это тебе Съешь Наверное Совсем голодный Честно Это не я готовил Я просто захватил из кухни Она сунула мне под нос булку Большое спасибо Как раз очень хочется есть А где все остальные? Уже идут Это не я немного поспешил Блин, мои друзья Где мои друзья? Я так скучал по вам Больше года у меня не было Больше года Я принялся за еду Ольвер, ничего тебе ботинки? Почему ты так выглядишь? Я все расскажу Давай только дождемся остальных Вот они, где, где, где тетя Хельга? Где тетя Хельга? Как я по ней соскучился Соскучился по тете Куда она? Покажите мне ее Покажите мне ее В конце коротера появился Оливер С парой сапог и в борохом одежды За ним шли все остальные Немо правда вернулся? Думаешь я врал? Ага Мы по Дорис определили Она слишком долго не возвращалась И че ж? Крайне ненадежный индикатор Понадежнее, чем ты Где Хельга? Где она? Почему Хельги не? Все тупо окружило меня И принялась осматривать Оливер дал мне ворох одежды Я сразу же натянулась на ноги сапоги Среди отряда нет Меня веяли странные ощущения Будто после долгого путешествия Я вернулся домой Понимая, бро Понимая Аааа Вот она Вот она Хельга тепло одевнулась Словно прочитав мои мысли С возвращением Спасибо Я вернулся Я вернулся Блудный сын вернулся Долго ж тебя не было Придется ехать со с тобой Блин, как знаете Совпадение такое Буквально возвращаемся Спустя большое количество времени Ну, в игре, конечно, не так много Но В жизни побольше, да И так Приятно, знаете Вернуться Как будто По-настоящему Возвращаюсь Через Через Много-много Времени Больше года прошло, ребята О, я про тебя забыл немножечко Я про тебя немножечко забыл Этот он Сын нашего генерала Вот так выглядит Немо Вальтер Нормально Выходит, я верно Изобразил его образ Примите его почтение А где я, зеленый? Где зеленый? Как его там? Как его там? Как его там? Зеленый Я забыл Не нужно формальности Я все еще прежний Немо Возможно, у тебя даже есть записи обо мне? Моя улыбка невольно съехала набок Где он? Где зеленый? Наш Немо почти что самый красивый мужчина Только можно по-мужски обнять тебя? Давай позже, хорошо? Не, ну я не против, конечно По-мужски Если по-мужски, то ладно Если по-мужски, то обращайтесь Руф обиженно выпитила губы Но спорить не стала А вот и белый еще Элис Точно Как я про тебя мог забыть? Как я мог про Элиса забыть? Блин Тысячу лет вас с ней Ганс Ганс, да Христиан Андрессон Как хорошо, что ты вернулся Рад, что ты снова с нами Я кивнул на приветствие Кстати, как вы узнали, что я сын Шмидта? Он не говорил того прямо Считай это моей догадкой Когда ты уехал Мы все время говорили про тебя И обсуждали произошедшее Элис хоть и не видит, но сразу все понимает Ты прям проницательный, Элис Лучше расскажи обо всем, что с тобой произошло Ту-ту-ту-ту-ту Стоило начать с важного Пагнет в тюрьме главного штаба Что? Почему? Потому что прятал меня здесь Нам нужно вытащить его оттуда Зачем? Он же наш командир В первую очередь стоит думать о себе Что теперь будет с нами? Немо, у тебя есть советы? Ну, как сказать? Как сказать? Я даже не знаю, что мне вам предложить Друзья Я почесал затылок Что произошло в главном штабе? Может, пойдем в другое место? Он, мне кажется, замерз Ему стоит переодеться Спасибо за заботу Все в порядке, я... Ничего подобного Ты можешь простудиться Или тебя тоже переделали? Вот меня переделали Чтобы я никогда не болел, блин Я уже простудился, блин Я уже простудился В поры любопытства Дорис хотела прикоснуться к моей груди Чтобы послушать сердцебиение Но сразу же я помнилась И я дернула руку Мне это показалось милым Я прикрыл рот рукой Чтобы не показать ей свою улыбку Нет, со мной ничего и не сделали Тогда тем более нужно теплое помещение Как насчет комнаты Шмидта? Нужно пройти мимо охраны? Ага, я в таком виде Может, стоит переодеться прямо сейчас? Не страшно За Олера тебя не будет видно Верно, я пойму первым Вы идите следом Я скажу, что вы со мной Из-за моего охранника разговором Вы спокойно проведете немо, идет? Спасибо Так и поступили Мы беспрепятственно Беспрепятственно проблились в тайную комнату Представляешь, генерал заблокировал нижнюю дверь Тогда почему она открылась? Я взломал звонок Не переживай Потом все вернуло место Нам было интересно посмотреть Что тут прячется Было сложно Я справился Ты молодец Спасибо, Немо Думал, ты будешь сердиться Это не моя комната Так что не мне решать, как с ней обращаться Ты ничего не расскажешь, генерал? Вы думаете, а стукач, что ли, какой-то? Вы же такого не принимаете Мы, блин, мы все братья по оружию Мы с вами семья, блин Наверное, наверное Может быть Может быть Нет, конечно Фуф, а то я сильно переживал за твою реакцию А сюда никто не придет? Вряд ли Мои поиски начнутся не раньше, чем через пару дней Почему ты так думаешь? В лагере такой переполох Из-за командира Из-за тебя Так сказал Карл Ему можно доверять? Карл? Вы называете его создателем Ты с ним знаком? Да, оказывается, раньше мы много времени проводили вместе А воспоминания? Тебе удалось их вернуть? Нет, зато я много узнал о прошлой жизни Но ты по-прежнему ничего не помнишь? Ну, зато я помню Я, по крайней мере, немного вспоминаю про сюжет, в принципе В... Целиком Ну, то, что происходило именно в этой игре Потому что я проходил буквально игру Ну, проскипал, конечно Все идеологии, которые я уже видел Но пока проходил, вспоминал, что вообще происходит И, в принципе В принципе, знаете, я уже на таком уровне Что я примерно понимаю, что происходит Я вот не помню, правда, что случилось Что за тема с противоположной стороной Где вот Лиен И вот этот фиолетовый парень И вот, короче, вот компашка школьников маленьких Не вот эти, которые на мои друзья А другая группа Вот про них пока что Ну, их, в принципе, пока что не показывают Поэтому я не помню, что вообще с ними происходит Ну, ладно Ага, слушай, рассказывай о себе Я не мог поверить, что был таким человеком Хотя, возможно, с стороны Именно так я и выгляжу Так, ну, тихо Ты выглядишь потрясающе Спасибо Ой, я хотел сказать очень смелым Отважным и честным Что началось-то? Что началось-то? Я как будто, не знаю Мужшиной стал настоящим Теперь на меня девчонки заглядываются Поэтому я так все С распростертыми объятиями встречаю Дорис накрыла румяные щеки руками А все хотят не обнять, буквально Все хотят не обнять Все там смущаются Все Все улыбаются У меня, блин, нифига себе Я вернулся Альфа И может Может, со мной что-то все-таки сделали Может быть, со мной что-то сделали В лагере Я просто об этом не знал Дорис накрыла румяные щеки руками Я слонил голову Я принялся терпеть волосы Чтобы скрыть смущение Ну ты, блин, посмотрите Ладно, голубки Нужно поговорить о деле Давай, Нэм Поведай нам обо всем Что удалось узнать Я поглубже вздохнул Собираясь с мыслями И принялся за рассказ Это все, что мне удалось узнать Дорис права Ты отважный Пойти против воли отца И еще и генерала Не каждый смельчак согласится Я бы на твоем месте Тщательно обдумал, от чего решаюсь Скорее, мне не хотелось Стать воплощением диких идей А еще не хотелось Стать подопытным Без обид Какие обиды? Все в порядке Мы тоже не хотим Повторения любого эксперимента И не желаем такого опыта никому Я потер уголки глаз Сегодняшний день утомил меня Не знал, что Фридман Хочет зайти так настолько далеко Я тоже Мне нравятся чувства Я не хочу от них отказываться Некоторые ведь Крайне приятные Это какие? Это какие? Руф обнял эти Хельгу за талию Лучше бы мистер Карл развивал бессмертие Тогда бы мы его поддержали Эмоции это хорошо Особенно, когда они взаимные Слова генерала есть логика У него весьма реалистичный взгляд на мир Боть я сам не идеалист Но подобные личности привлекают внимание Если у нас ничего не получится Я бы не отказался вместе с ним поработать над пропагандой Эээ, тихо-тихо-тихо, братишка Тихо, у нас все Не надо хоронить нашу операцию Не надо, не надо Все у нас под контролем Ты психопат, никто не будет тебя слушать «Я мог бы написать речь для тебя. Возможно, твое женское очарование возымеет действие. Я чуть было ему не поддался. Не тебе распоряжаться моим очарованиям?» Оливер хлопнул на Доши. «Говорит Элиас. Шмидт хочет всех погрузить в свой мир. Мне бы тоже не хотелось лишаться эмоций, иначе у меня больше ничего не останется. Согласен. Мне нравился первоначальный план гейрала. От такого будущего я не хочу. Мне нравится, что мне нравится гореться на солнышке. Это приятно. Это правда. Я хочу солнышка, но солнышка уже больше нет. Он, по крайней мере, не так сильно греет, потому что осень, осень. А мне не хочется видеть в людях бездушных машин и становиться такой же. Без эмоций мир тускнеет. В этом нет никакой гармонии. Ну, раз я против, то и я тоже. Ну, тогда и я тоже, в принципе, буду против. Раз муж... Ну, ладно, в принципе. Логично, что мы все заодно должны быть. Иначе никакой команды работы не будет. У нас все пойдет коту под хвост, как говорится. Я решил обратить внимание на главное Е, извиняюсь. Теперь, когда вы все в курсе, нужно решить, что делать дальше. Хочешь спрятаться? Думаешь, Нэм вернулся за этим? Тут ведь негде спрятаться. Хотя, как оказалось, о тайном лазе никто не знал. Странное дело. Возможно, в подвале есть нечто похожее. Это ты о нем ничего не знаешь? Если тут начнут рыскать, то все спрятанное станет найденным. Смелая мысль, но мне нужно ее озвучить, чтобы все несказанное стало сказанным. Так вот, может, Яков не хочет делиться секретными местами с нами? Это тут ни при чем. Я думаю, в последствиях. Я не собираюсь спрятаться. Я не собираюсь. Я решил, похоже, что на труса какого-то. Я настоящий мужчина. Храбрый, как мне уже говорили все дамы. Девушки говорили, что я просто сигма, альфа. Ну, по крайней мере, они так подразумевали под своими словами. Никак иначе. Хочешь выполнить свой первоначальный план, Немо? Пойти к врагу? Если бы я помнил, зачем кто-то собирался, добрался ли... Наверное, в таком случае я попробовал еще раз. Карл тебе ничего не сказал? Сказал, но сейчас план бесполезен. Наверное, раньше я много знал. И если хотел помочь этому врагу, то у меня могло бы получиться. Возможно, уже что сделал, нам нужно лишь немного подождать. Не стоит на это рассчитывать, ничего не произойдет. Ты предлагаешь пойти против генерала? В голосе Дорис проступили сомнения и страх, поэтому я посмотрел на нее долгим взглядом, желая придать ей часть своей решимости. Если ничего не делать, то ничего не изменится. Мне некуда деваться, а вам придется оставаться здесь до тех пор, пока не вспомните что-то забытое. Пока Карл не придумает, как вскрыть ваши мозги, чтобы добраться до воспоминаний. Ой, 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 ой. Наверное, немного погорячился, но вряд ли ошибся. Шмидт искренне верит, что поступает во благо всего человечества. Он хочет сделать из меня своего сына робота, который будет продвигать его идеологию. И эта участь уготована не только мне. Она ждет всех, если Шмидт выиграет войну. Может, немного ошибаешься? Вряд ли все настолько плохо. Я слышал это от Карла. Он создает технологии. Он уже переделал Викторию, мою мать. Я даже не знаю, жива ли она. Ты с ней разговаривал? Карл ее ремонтировал. Он сам сказал, что она его пугает. Может, Карл обманывает? Зачем пугать нас тем, что... Чего ты сам лично не видел? Нет, он наш друг. Хотя, блин, я не знаю. Я не знаю, как его верить. Блин, я думал, что все мои друзья в итоге, блин, не знают. Настоящий мой друг. Я знаю. Знаю, но... Хельга нахмурглась, я приняла взгляд в сторону. В чем дело? Давай начистоту, наверное. Ты хочешь нашей помощью избежать уготованной тебе участи. Не только этого. Я не хочу такого будущего. Для себя или для всех нас. И для себя, или для вас. Я вообще не хочу, чтобы от людей остался только мозг. Может, ты сначала на себе опробуешь эту технологию, а потом сообщишь нам? Тогда твои слова, твой вид и поведение о многом скажут. Тогда она может уже не быть самим собой. Его сознанием будет управлять Фредман Шмидт. Это будет заметно. Ты не можешь утверждать этого наверняка. Пусть попробуют, и мы узнаем. Хватит подпукивать! Хватит подпукивать! Давай мы развернемся без тебя! Кыш! Тебя до этого не было? Ты вообще где-то там бегал, так что давай, иди отсюда, иди отсюда, дружище. Ты... Это нехорошо. Раз уж так беспокоиться о будущем, пусть своим примером докажут, что она жуткая. А Виктории недостаточная? Я ее не видел. Ну, тут по факту, конечно. Ну, блин, зачем она ему? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Карл наш друг. Он помог нам буквально спастись. Скажи им, что он помог тебе спастись. Но ведь переделываемым Немо мы тоже не увидим, наверное. А все-таки, Немо, ты хочешь становить генерала, чтобы самому не становиться роботом? Так я говорил уже, я говорил уже, ну да, я вскинул бровь. Хочешь откровенности? Да, я не хочу меняться. Не хочу такого будущего лично для себя. Не я начинал эту войну, не я поддерживал идеологию Шмидта. Почему тогда я должен становиться его идеологическим оружием? Я вообще ни при чем. Не будь мы родственниками, никто бы не предложил мне эту чудовищную роль. Оказывается, просто я придерживался такого же мнения. Надеюсь, в моих силах что-то изменить. Однако в одиночку мне не справиться. Поэтому я вернулся сюда, чтобы попросить вашей помощи. Ну, разве мы что-то можем изменить? Мы же заперты. А еще у нас нет достаточной власти. Так, ну это, конечно, резонный аргумент. Резонный аргумент, я же не знаю. Даже пока что не знаю. Don't know, don't know. Хватит такое говорить, Вольфганг. Мы очень сильные. Это же мы завалили самого генерала Шульца. Этого мы тоже приклопнем. Руф лучше за Орну улыбнулась. Но я бы, конечно, не стал так улыбаться вот этим заявлением. Бывает это плохо. Бывает это плохо. Хотя мы, конечно, на войне, и все такое, понятное дело. Без этого никак. Но, you know. Это не смешная шутка. Кто шутит? Мы на войне, тут работают только такие методы. Как же там пленные, не знаю. Перестань нудить. Если мы восстаем, то у нас должен быть боевой дух. Ты поддержишь меня, Руф? Конечно, мы с тобой близкие друзья, Мэмэ. Куда ты туда и я, особенно если ты там интересный. И там есть Хельга еще по возможности. Хельга подошла к Руф. Я с вами. Мне остачертело сидеть в запертии. В самом деле пора уже что-то делать. Ты согласен? Ну вот и порешили, как говорится. Вот и порешили. Но генерал Шмидт нас спас. Разве мы можем? Можем. Он не спасал нас, но пользуется нами в своих целях. Ты согласен, Элес? Да, но нам нужен план. Элес нахмурился. Только давайте в этот раз никого убивать не будем. Омин переворачивает всю нашу жизнь. Верно. Когда-то я предлагал использовать Немо как наше оружие, но теперь получается, что именно он становится стрелком. Ммм. Вот как все вернулось. Отлично сказано. Почему нам не устроить военный переворот? Блин, звучит, конечно, интересно. Военный переворот. Я не хочу устраивать переворот. Я всего лишь хочу остановить Шмидта. Оливер поднял указательный палец. А, вот оно что. Ну так тоже можно. Ты тоже согласен, Оливер? Я сюда с ребятами. Мы все, можно сказать, одно целое. Нам следует держаться друг за другом. А вдруг нас снова посадят за решетку? Я не думал об этом. Не посадят. Мы придумали отличный план. Ну, в этом случае нас не посадят, нас просто убьют, ребята. Нас не посадят, нас просто расстреляют. Вот. Ну, я почти уверен, что так и будет. В этом случае, если мы провалимся с нашим планом, скорее всего, нам просто... Кирдык. Кирдык-кирдык будет. Если ничего не получится, нас настигнет расплаты. Мы же собираемся предать Шмидта. По нашим законам это предательство, а предательство карается... Да, я и говорю, это никакой решетки не будет, а просто... Трррр. Трррр. Почему такая пугливая, Дорис? Ты своему Омину не доверяешь, что ли? Своему? Ху. Какой свой? Я сам по себе, я волк-одиночка. У-у-у. У-у-у. Дорис замахал руками. Не пойми, пожалуйста, неправильно, Омин. Дело не в этом. Или благодарность генерала Шмидту делает из тебя соплю? Соплю. Соплю. Не говори с ней так, а не и так. Дорис спуганно спорила на меня. Я подошел ближе и очень медленно положил руки ей на плечо. Что за музыка заиграла такая? Что за романтик начался? В чем дело, Дорис? А-а-а. Прости, пожалуйста, Омин, просто... Просто я очень боюсь последствий. Ты такой решительный, а я такая трусиха. Это я трус. Я боюсь, что меня превратят в груду металла. Я боюсь стать воплощением безумных фантазий Шмидта. Мне страшно становиться во главу этого так называемого будущего и эволюции. Если бы не вы, я бы не отважился пойти против генерала. С вами я чувствую себя силой. Я знаю, что не один. Все вместе мы сможем изменить будущее в лучшую сторону. Дорис схватилась за мои предплящи и замотала головой. Неправда. Ты смелый, потому что мы продаем тебе уверенность, а я трусиха, потому что... Боюсь вас потерять. Мне страшно, что все снова повторится. Не повторится. Я этого не допущу. К нам с Дорис подошел Оливер и положил руки на наши плечи. Бро, этот был наш момент. Иди отсюда. Немо грозит беда, Дорис. Если мы ему не поможем, то окончательно его потеряем. Тебя это пугает меньше, чем наша бесконечная жизнь здесь? Конечно, это пугает мне намного больше. Тогда мы должны ему помочь. Дорис опустила голову и отошел. Странно было услышать ее ответ. Наконец-то она пронзила меня взглядом. Ты прав, Оливер. Я хочу спасти Омина. Ух ты. О, это прозвучало очень странно. Я не совсем это имел в виду. Это прям прозвучало странно, но очень эффектно. Щеки Дорис прямо-таки горели. Спасибо, я тебе очень признателен. Когда это я вышел на Рут Дорис? В каком месте я вышел на Рут Дорис, мне интересно. Где я свернул на этот путь? Я повернулся к Валибанку Якову. Что значит вас? Ну, а... Даже не знаю, чем могу быть полезен. Моя память как бы все время обновляется. Точнее, забывается. В общем, у меня проблемы с запоминанием. Пока что нужно ваше согласие. План придумаем чуть позже. Тогда ладно. Если мы на мою долю не выпадет, прям что-то слишком сложное, я могу помочь. Если сложное, то могу не смочь. Я понял. Я предупредил, верно? Я запишу, что предупредил. Так что вы все предупреждены. Я кивнул. А ты, Яков? О, сейчас кажется, сейчас начнется... Сейчас начнется Санта-Барбара там. Блин, сейчас начнется Трикстеринг. Сейчас такое, блин, ну я не знаю, может мне вас сдать к чертовой бабушке. Мне нравится идеология Шмидта. Знаешь, звучит очень интересно, звучит забавно, там прикольно. Только сильно не выделываюсь. Хорошо, давай пройдем по сокращенной программе. Яков долго молчал, и то и дело косился на товарищей. Вы ему верите? Мы же ничего не знаем. Вся информация только с его слов. Вдруг на самом деле все иначе? Может он заманивает нас ловушку? Вдруг он с генералом договорился устроить проверку? Мы уже ее не прошли, когда попросили у него помощи. Все равно я ему не верю. Ты никому не веришь? Пора уже бы вырасти и преодолеть свою паранойю. Я мог бы то же самое сказать и о тебе. Прими, наконец, себя. Я себя люблю и всячески принимаю. Ты понимаешь, о чем я. Хватит корчить из себя карикатуры мужчины. Противно смотреть. Уф. Ха? Это ты карикатура человека? Уф. Это было сильно, конечно, было сильно. Давайте обойдемся без оскорблений. Яков правил маску на ухе и нахмурился. Я вам верю, ему нет. Неси чушь. Эля слегонько прикоснулась к плечу Руф, вонял головой. Она утихла. Тогда поверим ему через нас, мы ему верим. Да, что насчет их веры в нас? Ты говоришь, ты им веришь. Верь в их веру в нас. Как говорится, знаешь. Это же база, это же база. Яков Глубков вздохнул и поморщился. Вся ответственность лежит на вас. Вы хоть и с нами? Кто не с нами тут под нами? You know. Нево, не спеши. Я с ними. Оливер хлопнул ладоши. Отлично, мы снова обо всем договорились. Уже поздно, давайте поговорим утром. У нас есть два дня, верно? Да, нужно придумать план. Дать мне немного времени. Тебе не нужно взваливать все на свои плечи. Кроме как придумать план, я больше не в силах помочь. Я помогу, если надо будет что-то увидеть. Эля скидывал. Это, блин, помощник. Посмотрите на него. Тогда нам и оставаться на ночь тут. Я принесу одеяло, чтобы перекусить. Спасибо. Принесите мне кто-нибудь перекусить. Тебе спасибо, что вселил в нас надежду. Жизнь из нее чертовски удручает. Нам очень повезло, что мой лучший друг оказался такой важной персоной. Спокойной ночи. Рук подмигнул, и они с Хельгой вышли из комнаты. Создатель не помог тебе с воспоминаниями? Я обмотал головой. В них, вероятно, все равно нет ничего, чтобы стоило помнить. Моя жизнь была довольно унылой. Зато мы сделали ее разнообразнее. Это так, спасибо. Ган зачем-то двумя руками пожал мою ладонь. И они с Элисом, Яковым, Оливером и Волюгангом спустились в подвал. Мы с Дорис остались вдвоем. О, секретная сцена с Дорис. Секретная сцена на руке Дорис. Прости за сомнение, Омель, но это не из-за тебя. Не беспокойся, я знаю. В тоем месте я бы еще дольше колебался. Спокойной ночи, увидимся утром. До завтра. Нет, а как же, блин, секретная сцена. Она выпрыгнулась за дверь, и я наконец остался один. Минут через двадцать Оливер принес подушку и одеяло. Мы перекинулись в пару слов, и он ушел. В комнате было так тихо, что моментом становилось не по себе. Мысли о произошедших событиях на Зойлево лезли в голову. Я пытался уснуть, но не удавалось расслабиться и успокоиться. Меня разорвало на части. Я хотел сбежать и спрятаться в какой-нибудь пещере. Я хотел прямо сейчас вырваться в кабинет Шмидта и заставить его отступиться от своего плана. Хотелось действовать, несмотря на усталость и страх. Интересно, Вагнер согласился присоединиться к нам? Сомневаюсь. Мы слишком маленькая сила, которая не имеет политических амбиций. Что Шмидт будет делать с Вагнером? Он оставит его в живых? Я до сих пор не узнал, почему он просил меня расследовать убийство Шульца. Он сказал, я пойму, но мои догадки слишком расплывчатые, чтобы я мог самостоятельно придать им понятную форму. Наверное, мы с Вагнером еще встретимся. Надеюсь, это произойдет при таких обстоятельствах, при которых не удастся получить ответы. Мы слишком долго кружились над головой, стучали в висках, терзали сердце. А на кондименте для себя я заснул. Вокруг образовалась мягкая чернота, в которую Янус с наслаждением окунулся. Так, какой у нас план? Следующим утром ребята снова пришли в тайную комнату. Дорис принесла завтрак, а Оливер проводил меня в местную уборную и душевую. Это все, конечно, замечательно. Как вы могли понять. Но на этом мы, ребята, с вами, в принципе, можем закончить. Мы, ребята, в принципе, можем закончить. Вот они слева направо. Это получается Оливер, Дорис, Яков, Вольганг, Хельга, Руфа, Ганс и Элис. Элис, да, потому что он, конечно, белый немного выделяется, но ладно. Ну, в общем, да, такие вот пирожки. Такие вот пирожки вкусные. Надеюсь, надеюсь, вам понравились. Надеюсь, вы скушали. Олды еще здесь, которые ждали продолжения. Писали в комментариях, как же они ждали, когда он наконец вернется. И это произошло. Это произошло, ребята. Мы наконец-то с вами вернулись. Вернулись, поэтому... Надеюсь, вам понравился этот вид. Надеюсь, у этой игры остались фанаты. В принципе, те, кто ее действительно ждут. Также не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Пишите комментарии ваши обязательно. Это очень помогает продвижению видео. Поэтому не забывайте ставить лайки. Комментарии обязательно пишите. Все подписаны на мои социальные сети, группа ВКонтакте, Дискорд-сервер, Телеграм-канал мой в описании под этим видео. Ну, а я, в принципе, на этом все. Ждите продолжения. Я думаю, продолжение будет. Надеюсь, оно кому-то нужно, в принципе. Помнят еще люди, помнят ребят. Ну, тем более, новый эпизод вышел, поэтому скоро мы до него дойдем. Вторая половиначная эпизода. Так что, да, интересно, что будет дальше. Свежачок, так сказать, свежачок. Ну и всем пока.